Здравствуйте! С вами портал Экзагет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем наш курс лекций, посвященных божественной литургии. И сегодня мы начинаем большую его часть, посвященную, собственно, анафоре, что переводится с греческого возношения, или иначе евхаристическому канону, главной узловой части всякой христианской литургии. Говорю я здесь всякой христианской литургии по той простой причине, что эта часть, евхаристический канон или анафора, в целом ряде обрядов имеет примерно одинаковую структуру. Когда-то совсем-совсем давно, в наших самых первых лекциях мы говорили, что в целом одним из базовых правил литургического развития является движение от множества к единству, движение по унификации обрядов. На самых ранних этапах мы видим достаточно большое разнообразие местных чинов литургии, которые с течением времени начинают либо собираться в какие-то унифицированные чины, либо какие-то из местных становятся основными и в конечном итоге вытесняют все другие. Мы можем сказать о том, что на Западе таким образом появляется тридентская месса, в православном богослужении так фиксируются литургии Василия Великого и Иоанна Златоуста, в то время как объективно вы можете просто поискать, например, в книжных развалах достаточно давно уже выходивший труд «Древние анафоры», достаточно толстая книга, и вы увидите, что существует очень большое число самых разнообразных православных до всякого раскола имевших хождение литургических чинов. Так вот, во всех них мы видим примерно одинаковую логику, что в литургиях Василия Великого и Иоанна Златоуста, что в римской мессе, в какой-нибудь египетской литургии Серапиона Тмуицкого и всем, чем угодно, мазарабском, галиканском, каких угодно обрядах, мы увидим в евхаристическом каноне примерно четыре компонента, которые будут идти также в рамках вот этой единой цельной логики. Первый из них – это префацио. Название этих частей мы берем либо из латыни, либо из греческого. В данном случае префацио – вступление. Это та часть канона, о которой мы, собственно, поговорим с вами сегодня, которая является, собственно, по самому названию вводной. Она обозначает какие-то темы, предшествующие самому главному тезису внутри этого чинопоследования. Причем тоже важная деталь. Мы об этом поговорим на следующих лекциях подробнее, я сейчас просто ее обозначу. По большому счету, выделять в общем чинопоследовании литургии главные и второстепенные части мы можем в рамках очень условного процесса. Принципиально важно понимать, что литургия – это единое цельное действие, в которое мы, войдя, движемся, стремимся к его итогу, мы жаждем, чтобы хлеб и вино стали телом и кровью христовыми, и в них мы получили причастие жизни божества, приобщились к его жизни, а он к жизни нашей. В этом смысле никакая из частей не малозначимая, не важная, случайная, нет, они все важны, все значимы, и в свое время имевший место разговор, дискуссия о том, например, в какой конкретный момент времени хлеб и вино становятся телом и кровью христовыми, в некотором плане не имеет смысла, потому что в рамках всего таинственного действия литургического мы и молимся об этом, и препарировать тайну действия Божия мы, в общем-то, решительно не можем. Соответственно, префацию дает нам определенного рода такие как бы вводящие нас в эту историю тезисы, как правило, эта часть всегда пересказывает нам некие действия Божии в рамках общей истории спасения человечества, то есть начиная еще от творений, грехопадения, и, собственно, обычно захватывая какие-то сюжеты, может быть, самым краским образом, ветхозаветные истории. Дальше у нас происходит анамносис, греческое воспоминание. Здесь уже конкретно мы проговариваем историю человечества в контексте, в свете спасительной миссии Христа, то есть к чему, собственно, шла вся эта история. Вот оно, да, и Христос скажет, это творите в мое воспоминание. Вот это воспоминательная часть, в которой мы, кроме всего прочего, говорим, ввиду чего мы имеем теперь возможность участвовать в этой литургии, что вот в свое время Господь наш и Учитель Иисус Христос своим ученикам сказал, делайте одно, другое и третье. Ну, здесь мы вспомним контекст Тайной вечери и происходивших на ней событий. Далее следует эпиклезис. Не во всех чинах он присутствует, но во всех православных мы его однозначно наблюдаем. Это призывание, то есть в данном случае мы имеем в виду призвание Святого Духа на дары. То есть мы, вспоминая действия Христовы, вспоминая речения Христовы, призываем в конечном итоге, чтобы Святой Дух не спосланный от Отца Утешитель по завершении спасительного действия Христова, так как он говорил своим ученикам, что если я не пойду по написанному, то Утешитель не придет к вам. Это действие совершилось, и Утешитель отныне пребывает в церкви. Так вот, чтобы он сошел и осветил эти дары. Далее, собственно, в свете произошедшего заканчивается Евхаритический канон интерцессии или ходатайством. В данном случае, получив искомое, обретя желаемое в дарах тела и крови Христовых, мы имеем дерзновение просить Бога и о чем-то еще. И, как правило, здесь мы просим о мире и о церкви, то есть о том, чтобы вот теперь и вся Вселенная так или иначе имела определенного рода прикосновения к этой самой даруемой Богом благодати. Не могу не заметить, что в целом вот это четырехчастное деление хорошо удобно нам в контексте изучения Евхаристического канона. Принципиально же мы должны иметь в виду, что перед нами единый, целостный и, в общем-то, неделимый текст. То, что в современной практике верующий христианин, стоя в храме, не слышит его, а слышит из него только фрагменты, это исключительно обедняет восприятие данного текста. Поэтому если там, где вы молитесь, нет возможности как-то слышать этот канон, потрудитесь над тем, чтобы иметь его хотя бы в качестве текста, чтобы следить за происходящим во время анафоры и молиться на самом деле едиными устами, единым сердцем с предстоятелем своей церковной общины. Это может быть и какой-то текст, например, изданный Божественной Литургией с молитвами, либо же, например, это может быть какое-то приложение, которых теперь тоже масса и самых разных. Начинается анафора с дьяконского призыва. Заметьте, текст я этот читаю целиком, хотя в практике он построен в качестве, ну скажем так, не столько диалога, сколько, наверное, продолжающегося речения, которое диаконам, ну или священникам, если диакон не участвует в этом богослужении, да, начинается и народом, или, соответственно, хором подхватывается. Так как в практике это всегда разделено, нам кажется, что перед нами два совершенно разных тезиса, да, то есть, собственно, один из которых «станем добре», «станем со страхом», «вонмем», «святое возношение в мире приносите». Если воспринимать его в таком виде, он совершенно оторван, совершенно нецелостен. Станем как должно, станем со страхом, будем внимательны, чтобы приносить в мире святое возношение. Какое? Это предложение нуждается в завершении. Этим возношением является милость мира, жертва хвалы, жертва хваления. Замечу, что подобного рода чтение возникает тоже достаточно поздно. Например, в дореформенных, дониконовских служебниках здесь бы мы увидели не милость мира и жертву хваления, а, собственно, милость, мир, жертва хваления. То есть, в чем заключается это возношение? Вот в этих категориях. Далее «Предстоятель и община обмениваются друг с другом благословениями». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и причастие Святого Духа да будет со всеми вами», говорит «предстоятель общине». «И со Духом Твоим отвечает ему община тем же». В этом благословении, которое вполне соотносится по форме с целым рядом обращений, которые мы читаем у апостола Павла, ну или совершенно конкретно с фрагментом из 2-го послания к Коринфянам, это 13 глава, 13 стих, мы видим достаточно тоже насыщенную богословскую формулу. «Благодать Иисуса Христа, любовь Отца и причастие Духа». Вот о чем молится, чтобы это пребывало с общиной верных предстоятель, и что взаимно желает община предстоятелю. По поводу этих категорий давайте скажем с вами конкретней. Ну, кроме всего прочего, замечу, что здесь, как и в основном объеме литургического текста, мы видим, что все слова, выражения, да и в целом молитвы практически сотканы из фрагментов библейского повествования, то есть мы наблюдаем, насколько корректно, традиционно Древняя Церковь в подборе тех выражений, которыми она выражает опыт своего богообщения. То есть у нее есть неисчерпаемый источник, священное писание, и вот к нему снова и снова она обращается для того, чтобы и наименовать Бога, и описать его дары, и свои отношения с ним. Поэтому такое огромное количество либо прямых цитат, либо каких-то таких широких соотнесений, широких аллюзий с библейским текстом, мы, собственно, здесь и наблюдаем. Говоря о благодати Иисуса Христа, мы, безусловно, должны с вами обратиться к введению в Евангелие от Иоанна, первой главе, где мы в такой широкой картине, в рамках которой евангелист нам рассказывает о роли слова еще в творении мира, в конечном итоге услышим тезис о том, что вот эта самая Харис, да, эта благодать, собственно, и приводится в мир, как в какое-то время Оно, при его творении, словом, так и на конкретном историческом этапе вводится в общину верных, как совершенно новая категория, во многом даже противопоставленная, например, ветхому закону, вводится Иисусом Христом. Мы читаем. От полноты Его все мы приняли благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. То есть в самом явлении Христовом, миру, уже великая благодать Божия сообщается всему творению. Во всем же остальном действии Христовом эта благодать также приходит в действие, активно присутствует в истории мира и продолжает свое присутствие в нем до сих пор. Поэтому тезис про благодать Иисуса Христа совершенно в этом контексте нам ясен. Через Христа и в Христе эта благодать в конечном итоге изливается в мир. От кого изливается она? Безусловно, от Бога Отца, источника всяческих. Поэтому говорится о Его любви. То есть любовь есть тот мотив, которым Бог Отец вообще творит мир. То есть Он не имеет в нем нужды. Троица предельно самодостаточно. Однако же из желания, чтобы появился кто-то еще причастный подобного рода жизни, то есть причастный благодати и любви, Бог Вселенную и производит. Соответственно, любовь – главный мотив в действиях Божьих. Опять же, тот же самый Иоанн Богослов скажет нам о том, что Бог есть любовь и пребывающий в любви в Боге пребывает. И отметит, что эта любовь, опять же, имеет совершенно конкретные формы. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Скажет он в 3 главе, 16 стихе. Поэтому любовь Бога Отца совершенно логично упоминается за благодатью Христовой. То есть Христом подается эта благодать, Отец является ее источником, а любовь – мотивом его действия, а конкретными формами, в которых эта самая благодать действует в мире, является вот та самая кинония, то есть причастие, как мы слышим в славянском тексте, или иначе мы могли бы перевести «общение Святого Духа». Мы можем вспомнить слова Христовы, «потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Мир весь должен бы приобщиться к тайне любви, но первым местом, где эта тайна должна иметь однозначное явление и полноту, должна стать христианская церковь». О том, насколько мы сами далеки от этого идеала, я думаю, нет смысла даже теоретизировать, но идея именно такова. Вот здесь та самая любовь Отца, прорастающая благодатью Христовой, должна обрести свои конечные формы. То есть, всё-таки глубина всех тех смыслов, всех тех потенций, всего того, чего Бог вкладывает в человека, не может быть реализована в нём, как в абсолютно самозамкнутом индивиде. Человек – это всегда тайна общения, тайна взаимодействия. Отсюда, собственно, литургия является общественным богослужением. В православной традиции радикально не принято, например, чтобы пресвитер совершал её сам, один, вообще без никого. Замечу, не во всех традиционных конфессиях это выглядит так, но православная позиция такова принципиально. Мы взаимодействуем в любви, и вот в рамках этого взаимодействия таинство любви и может быть осуществлено. И последним предуготовляющим возгласом, то есть у нас были, скажем так, вот возглас дисциплинирующий про то, что станем добре, соберём внимание. Дальше были взаимопожелания, мы стоим вот при дверях великого священодействия. И последний призыв – «Горе имеем сердца», говорит предстоятель, и «Има мы ко Господу» отвечают собравшиеся. Горе, то есть вверх, ввысь, устремим свои сердца от земного к небесному. Похожие же тезисы, собственно, мы услышим, например, в той же самой херувимской песне, где у нас тоже говорилось о том, что всякое ныне житейское отложим по печенье. Всё, мы молились об одном, другом, третьем, вот о нашем обыденном, в чём тоже должно явиться действие Божие в мире, но сейчас не про это. Мы стремимся приникнуть к чему-то такому великому, о чём, кстати, тоже херувимская песня нам говорит, да, что… Помните, там есть такой странный оборот «Дорина Сима Чинми», то есть вот «Царь славы» так описывается, да, что имеется в виду? Многие интерпретируют это как то, что спасителя ангельские воинства несут на сложенных копьях, как, например, в античном мире носили победителя. С одной стороны, это, ну, как бы, возможное поле интерпретации, с другой, скорее всего, здесь имеется в виду, что мы, сообразуясь, да, как бы таинственно изображая херувимов, дерзаем подойти вот к этому причастию «Царю славы», отложив всякое попечение, несмотря на то, что он охраняется ангелами-дорифорами, то есть ангельскими силами-копьеносцами, как к императору в толпе не подойти, потому что он всегда под охраной, да, то, соответственно, вот так же ангельские силы находятся как бы, да, вокруг божества. Но на самом деле мы можем к нему подойти. И вот об этом нам, например, херувимская песня-то и скажет, что несмотря на то, что он охраняем даже таким образом, мы имеем такое дерзновение. Имеем его, собственно, благодаря Христу. Так вот, горе имеем сердца. То есть как херувимская песня призывала нас отложить переживания о земном, так и сейчас все бытовые темы, в том числе и молитвенные, совершенно однозначно уходят из богослужения. Им потом найдется место. Это как раз будет интерцессия, последняя часть евхаристического канона. Но сейчас нам нужно сосредоточиться на самом важном, самым значимом. Более того, замечу, что вот эта фраза, то есть возвысим сердца, и ответ, что имеем их Господу, имеет чрезвычайно древнее происхождение. Фиксируется она у нас уже третьим веком в апостольском предании, которое относится к Ипполиту Римскому, или же, например, в текстах у Киприана Карфагенского, например, в его тексте книга о молитве Господней. Мы читаем. «Когда мы стоим на молитве, то должны бодрствовать и прилежать к молению всем сердцем, да удалится от нас всякое плотское и мирское помышление, и дух да помышляет только о том, о чем просит. И священник, предпослав молитве предисловие, приготовляет к тому умы братьев, взывая, горе имеем сердца. И народ в своем ответе им и мы ко Господу получает напоминание, что ему ни о чем не должно помышлять, как только о Господе». И далее перед нами, собственно, та самая молитва Анафоры, тот самый евхаристический канон, как вот эта цельная, неделимая молитва, начинает свое течение. Сам канон начинается также призывом. «Возблагодарим Господа». «Достойно и праведно», отвечает хор. Сама эта формула после ответа, в рамках которой мы слышим пространную молитву священника, восходит еще к исключительно раннему периоду, собственно, к синагогальному богослужению и шире к иудейской традиции. Похожую логику мы можем обнаружить в иудейских молитвословиях и сейчас. Например, в рамках утреннего богослужения или утренней молитвы по окончании молитвы шма произносится, соответственно, подтверждение «эмет» – «истина» и звучит благословение. «Господь, Бог ваш, истина», как бы возглашает кантор, ему отвечают «истина и незыблема, тверда и жизненно, справедлива и вечно, любима и дорого, желанна и приятна, грозна и величественна, совершенно и принята, хорошо и прекрасна это для нас во веки веков. Воистину Бог вселенный наш царь, оплот Иакова, щит спасения нашего. Из поколения в поколение он существует, и имя его неизменно. Его престол непоколебим, царство его и верность его существуют вечно». В похожей же логике мы сейчас с вами обнаружим и нашу вот эту часть, префацию в рамках молитвы евхаристического канона, в данном случае, например, литургии Иоанна Златоуста. Мы читаем. «Достойно и праведно тебя воспевать, тебя благословлять, тебя восхвалять, тебя благодарить, тебе поклоняться на всяком месте владычествия твоего». Почувствуйте количество параллелей. «Ибо ты, Бог неизреченный, непознаваемый, невидимый, непостижимый, вечно существующий, ты, единородный твой Сын и Дух твой Святой. Ты от небытия к бытию привел нас и вновь в вас ставил отпавших и не отступил от нас, все совершая ради нашего спасения. Да, коли возвел нас на небо и даровал царство твое будущее. За все это благодарим тебя, единородного Сына твоего и Духа твоего Святого, за все известные нам и неизвестные, явные и неявные благодеяния, совершившиеся для нас. Благодарим тебя и за это служение, которое из наших рук принять изволил, хоть и предстоят тебе тысячи архангелов и десятки тысяч ангелов, херувимы и серафимы, шестокрылатые, многоокие, воспаряющие, окрыленные». В этом фрагменте, помимо его структурной близости с достаточно архаичными иудейскими текстами, мы также видим, во-первых, ряд чеканных догматических формулировок, ряд мест, достаточно похожих на, например, слова святителя Иоанна Златоуста из его произведений и проповедей, то есть, что еще раз нас наводит на мысль о соответствующем авторстве. Ну и в плане структуры, что мы здесь можем заметить? Во-первых, обращение к Отцу. Здесь говорится о нашей благодарности, о том, что она многообразна. Мы и воспеваем, и благословляем, хвалим, благодарим и поклоняемся Богу. То есть, все эти формы в многообразии дают вот этот объем универсального человеческого опыта общения с Богом. То есть, Бог достоин всяческих от нас. При этом, не могу не заметить, что иногда слушателей или читающих эту молитву может смущать пассаж про то, что достойно благословлять Бога. в нашей культуре церковной мы привыкли к тому, что, безусловно, благословляются низшие от высших. И, соответственно, то, что Бог может благословлять нас, это безусловно. Но чтобы мы благословляли Бога, выглядит очень странным. Но здесь нам в помощь должен оказаться весь наш другой молитвенный опыт. Ну, например, добрая привычка чтения текста псалмов Давидовых, которая, опять же, все-таки в православной среде достаточно распространена. Здесь мы можем вспомнить «Благословлю Господа на всякое время, всегда хвала Ему во устах моих». Двухчастная структура вот этого предложения псалма указывает нам на параллель между благословением и хвалением. То есть, одно и то же действие автор описывает двумя тезисами «Благословлю Господа на всякое время» и, собственно, точно такая же мысль, только иначе поданная «Всегда хвала Ему в устах моих». То есть, тоже всегда, на всякое время «Благословлю, хвалю» это все как бы синонимы, они один подтверждают другого. Поэтому наше благословение имени Божия, так как, собственно, в молитве Отче наш, мы же с вами к этому же самому и подходим, когда говорим, что «Отче наш, и же еси на небесах, да светится имя Твое», это же ведь то же самое про благословение, так как бы мы что, просим Бога, чтобы освящалось его имя, как странно, что он без нашей просьбы не справится. Нет, это такой же порыв от нас вот этой хвалы и благодарности и желания того, чтобы Божье имя светилось, освящалось, присутствовало, прославлялось всем его творением. И, собственно, у святителя Иоанна Златоуста читаем, он пишет, «Он, то есть Бог, есть существо нетленное, неизменяемое, бессмертное, непостигаемое умом, невидимое, необъятное, всегда пребывающее таким, каково есть». Здесь же мы тоже читаем, «Ты, Бог, неизреченный, непознаваемый, невидимый, непостижимый, вечно существующий». Все эти термины, все эти тезисы и в учительном тексте святителя Иоанна, и в молитвенном относятся к так называемому апофатическому богословию или отрицательному богословию, которое говорит о том, что объективно описать бытие Божие, выразить как-то словесно его сущность, решительно невозможно, потому что и человеческое сознание, и всякий человеческий язык имеют естественные ограничения, Бог же безограничен. Более того, тип его бытования радикально отличается от нашего, как об этом, например, говорит святитель Григорий Богослов, замечая, что тот, кто говорит о Боге, что он есть, богохульствует, не имея в виду, что Бога нет, безусловно, а имея в виду, что то, что мы имеем в сознании, в опыте под словом «есть» относительно всех объектов видимого нам мира, относительно самих себя, и то, как бытиествует Бог, как Бог есть, это радикально разные вещи. Мы не должны некорректно их соотносить. Поэтому, конечно, можно сказать про Бога «есть», но это не имеет ничего общего с тем, что мы имеем в виду под этим словом в нашем обыденном опыте. Вот из этих именно соображений апофатическое богословие, как правило, предпочитает говорить о том, чем Бог точно не является. Ну, то есть, скажем так, вот из мира понятного, какого-то вместимого нам опыта, отринуть всё то, что к нему точно не имеет отношения, скажем так, обозначить некую область, а не указать в этой области точку. Отсюда и тезисы неизреченные, то есть, его невозможно никак корректно описать, не хватит никакого человеческого языка. Непознаваемой человеческих интеллектуальных способностей тоже недостаточно, чтобы заявить что-либо сколь-нибудь однозначное и корректное относительно Бога. То есть, наблюдая, опять же, за творением Божьим, мы можем сделать ряд естественных выводов. Ну, например, банально о том, что вот Бог един, потому что творение логично и стройно, или о том, что Бог благ, потому что, опять же, красота сотворённого мира, как космоса, она тоже нам очевидна. Но это всё очень относительные тезисы, почти никак не приближающие нас к пониманию сущности Божества. Поэтому тезис про непознаваемость совершенно коррект. Невидимый, непостижимый, ровно про то, что в бытии этого мира он нигде не обнаруживает себя с необходимостью. То есть, Бог не привязан к миру, который он сотворил. Нельзя сделать в этом мире что-нибудь такое, поставить какой-нибудь такой опыт, чтобы однозначно проявить факт наличия или даже факт отсутствия Бога. Он не включён в эмпирику, не включён ни во что, что можно как-то померить опытно. Поэтому, собственно, непостижимость, невидимость это ярко подчёркиваю. Далее мы слышим рассказ о истории спасения. И, например, в текстах святителя Иоанна, в его беседах на книгу «Бытия» он звучит так. «Он привёл нас из небытия в бытие, даровал нам тело и душу, сотворил нас разумными, дал нам этот воздух для дыхания, устроил всю тварь для рода человеческого и восхотел сначала, чтобы человек наслаждался пребыванием в раю, проводил жизнь без печали и без всякого труда, и, будучи в теле, ни в чём не уступал ангелам и бестелесным силам, но был выше нужд телесных». Потом, когда человек по беспечности был уловлен лестью дьявола посредством змея, Бог и тогда не перестал благодетельствовать преступному грешнику, но в самих наказаниях явил избыток своего человеколюбия и оказал ему многоразличные и бесчисленные благодеяния. Собственно, здесь аналогичного же уровня тезиса. «Ты от небытия к бытию привёл нас, вновь восставил отпадших, не отступил от нас, всё совершая ради нашего спасения, доколе возвёл нас на небо и даровал царство твоё будущее». Вот здесь мы видим, так как и, опять же, учительные, и молитвенные тексты солидарны в мысли о том, что естественным состоянием человека является состояние богообщения. Мы в быту привыкли мыслить о себе как о людях низких, грешных и ни к чему не способных. Мы, как правило, путаем здесь, скажем тогда, причинно-следственные связи. То, что мы сейчас таковы, не является нашим адекватным состоянием. Мы просто не знакомы со своим адекватным состоянием, поэтому принимаем нынешнее за таковое. На самом же деле мы отпали от лучшего и к лучшему же Богом устремляемся. То есть, повторюсь, доколе, то есть, или пока ты не возвёл нас на небо и даровал царство твоё будущее. То есть, Бог не отступает от человека и максимально прилагает труды и усилия к тому, чтобы вернуть его в состояние должное. Любопытно, что в молитвенном тексте мы встречаем тезис о явных и неявных благодеяниях. За всё это благодарим Тебя, Единородного Сына Твоего и Духа Твоего Святого, за все известные нам и неизвестные, явные и неявные благодеяния, совершившиеся для нас. Как кажется, здесь присутствует какая-то тавтология. То есть, вот же нам уже сказали известные и неизвестные. Зачем нам потом повторяют явные и неявные. Разница в смыслах этих фраз есть. Известные и неизвестные это объективно, ну скажем так, про зону нашего имеющегося знания, да, и вот мы знаем, что было у нас вот такое и такое в жизни, и понимаем, что вот она рука Божия. а может быть, где-то там нас миновало нечто, о чем мы даже никогда не узнаем, да, вот какое-то бедствие или болезнь, или какая-то ненужная встреча, и мы никогда в этой жизни не сможем сказать, что вот миновали ли мы ее или не миновали, там должно было быть что-то, не должно бы. Это, соответственно, как раз и есть тезис про известное и неизвестное. А вот явное и неявное это про оценку. То есть есть некое событие в нашей жизни, которое мы оцениваем как благодеяние Божие и благодарим за него. Есть нечто, что мы оцениваем совершенно иначе, что мы считаем либо своим провалом, либо недолжным каким-то, да, вот присмотром за нами небесных сил, что вот что-то недосмотрено в небесной канцелярии и не должно было с нами такого случиться, это плохо, в этом явно прослеживается что-то, негативное для нашей личной истории. Не оценивая это верно, вполне возможно, вот в этом, в том, за что мы неблагодарны, присутствует неявное для нас, но тем не менее, благодеяние Божие. То есть мы не вполне осмысливаем его, а в нем любовь Божия может быть парадоксально, но раскрывается в нашей жизни. И, соответственно, Евхаристия дает нам счастливую возможность благодарить Бога и за все то, что мы можем оценить, как его попечение о нас, и за все те моменты, о которых мы, может быть, ничего бы положительного сказать не могли, но хотя бы подразумеваем, что может быть о них у Бога был какой-то совершенно конкретный план, и он милостью его и его благодатью все-таки случился и сработал. Хотя наша оценка, опять же, с оценкой Божией в этом смысле может разниться. Ну и заканчивается этот фрагмент обращением к теме бесплотных сил, про то, что ты даешь это служение совершать нам, хотя у тебя есть мириады умных духов, не обремененных ни плотью, ни греховностью, ни вообще какими бы то ни было аффектами служащих тебе день и ночь, но почему-то тебе важно и значимо от нас принимаемое служение. В этом плане мы, конечно, слышим тезис о том, что не от ангелов воспринимает Христос природу, опять же, апостола Павла, а от семени Авраамова воспринимает. Ровно поэтому и значимо для Троицы данное служение. Но о служении ангельском, о гимне Санктус и, соответственно, о следующей части евхаристического канона, о следующей части анафоры, мы поговорим в нашей следующей лекции. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова